Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашей прямой трансляции. КФУ Лайф продолжает свою работу. Меня зовут Роман Плинсков, я ведущий данной программы. И сегодня у нас в гостях Институт психологии и образования Казанского Федерального Университета. Наши самые, можно сказать, частые гости на нашей программе. И, с вашего позволения, представлю наших сегодняшних гостей, тех спикеров, кто постарается сегодня ответить на ваши вопросы. Вероника Викторовна Васина, ответственный за прием. Вероника Викторовна, вам доброго дня. Здравствуйте. И Алина Гусмановна Ахмедшина, ассистент кафедры клинической психологии и психологии личности. Алина Гусмановна, вам тоже доброго дня. Что же, у нас есть уже заготовленные вопросы. Вероника Викторовна, вы уже рекордсмен, можно сказать, по посещению нашей программы, уже все знаете. Так что, Алина Гусмановна, я вас, скорее всего, познакомлю. У нас есть заготовленные вопросы. Также будут у нас, скорее всего, вопросы от абитуриентов, которые прямо сейчас смотрят наш прямой эфир. И в течение максимума часа, эфирное время все-таки ограничено, мы постараемся с вами на все эти вопросы дать ответы. Но прежде чем мы перейдем как раз-таки к вступительному слову, к вопросам от абитуриентов, хочется задать вопрос, который относится больше не к поступлению, а к выпуску студентов из-за, ну, в частности, Института психологии и образования. Вот что чувствует преподаватель, когда студенты выпускаются из, можно сказать, гнезда вот этого вот? Интересный вопрос. Мы к нему еще не подготовились. Вчера только раздавали... А вот это не фишка, чтобы эмоции были. Да. Вчера только раздавали дипломы бакалавриата. И, с одной стороны, да, слезы у многих на глазах, что как будто приходится расставаться. А с другой стороны, такая гордость. Мы же, правда, за 4 года так много в них уже вложили. И почти все вот наши студенты... Мы сейчас собираем списки, кто куда будет трудоустраиваться. И оказалось, что они уже почти все трудоустроены. Вот это было настолько удивительно, что они за последний год обучения почти все работают. Почти все нашли уже какое-то свое место в жизни. И вот здесь, правда, очень было приятно. При этом они почти все планируют поступать в магистратуру. Это я так плавно опять перехожу к тому, что все-таки прием — это самое главное сегодня. Ну и еще относительно приема. С вами, Вердина Викторовна, мы часто видимся в приемной компании, когда я бываю сам во втором корпусе Казанского федерального университета. Вот по тем людям, которые приходят к вам подавать документы. Вы вот можете уже понять, какой это человек и как он будет здесь учиться? То есть вот есть тут такой вот у ответственных секретарей приемной компании, которые вот прошибают, видят людей насквозь? Есть уже, когда несколько лет работаешь, потому что, ну, те же спортсмены, например, приходят и говорят, что вот я так хорошо учился, у меня все в аттестате пятерки, а вот ЕГЭ сдал не очень хорошо. Баллы низкие, но вот я очень хочу к вам на бюджет, и я вам буду приносить там все золотые медали уже опять по спорту. Но мы-то понимаем, что у нас идет не конкурс аттестатов, а именно по баллам ЕГЭ. И каждый раз мы пытаемся понять, сумеет ли он у нас своими низкими баллами пробраться не только на бюджет, но и на вне бюджет. Поэтому все равно видно людей. И вот современная ситуация, когда все нужно загружать онлайн, она тоже очень сильно дифференцирует людей. На тех, кто из глубинки, далеко, нет интернета, нет хорошего телефона, нет возможности прогрузить всю эту систему. И тех, кто вот более-менее в Казани, кто уже прям как рыба в воде, легко пользуется всеми этими цифровыми технологиями. То есть это тоже видно сразу. Хорошо, ну что ж, разогревочный вопрос, может сказать, блок подошел к концу. И давайте теперь по классике, вступительное слово о вашем институте, о направлениях, о которых мы сегодня с вами поговорим. Я поставила просто прием, да, конкретно на сегодняшнее 6 число, там 7 месяца июля, и поняла, что здесь я опять не поставила свой институт психологии образования, который находится на улице Межлаука, дом 1, либо со стороны колхозного рынка к нам можно подъехать, подойти, либо со стороны Булака, тогда это остановка вообще, пединститут, зеленое такое круглое здание, которое многие знают именно как педагогический институт, в котором мы располагаемся сейчас и обучаем и на психологию, и на педагогику. Очень часто приемные компании сейчас подходят ребята к нашему столу и спрашивают, мы хотим быть учителями биологии, физики, химии, и вот будем учиться у вас в высоте психологии образования. На что нам приходится отвечать, что нет, извините, мы продолжаем обучать на начальную школу, дошкольное образование, очень много психологического блока, но все предметники сейчас обучаются на факультетах биологии, физики, математики, литературы, то есть это нужно не к нашему столу подходить, а к тем столам, где записаны факультеты уже по конкретному профилю. То есть вот это важно учитывать, когда начинается поиск того, куда хочу пристроить свои ЕГЭ. Потому что это второй вопрос, с которым приходят абитуриенты и говорят, мы сдавали то-то, 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 можно ли поступить к вам? На что мы начинаем отвечать, что первый пункт, с чего вы должны начать, это посмотреть план приема КФУ. Они говорят, мы на сайте не можем найти. Я говорю, хорошо, забейте просто в поисковую систему в Яндексе или где-то план приема КФУ. И вдобавок 22 года, потому что опять-таки изменения идут такие большие от года к году, они приходят и у нас спрашивают какие-то прошлогодние программы, которых в этом году у нас, например, просто нет. Начинаешь у них спрашивать, где вы это видели, они говорят, у вас на сайте. Начинаем вместе с ними сайт смотреть, 21 год. Поэтому внимательно смотрите именно 22 года и набирайте то направление, которое вам дальше нужно. Женика Викторовна, можно я добавлю, как на правах технического секретаря данного года работы приемной комиссии. На данный момент у нас существует очень удобная система выбора направлений по тем ЕГЭ, которые вы издали. Очень удобный сервис, вы вбиваете в поисковике в любом. Это калькулятор ЕГЭ КФУ, вводите экзамены, выбираете те, которые вы сдавали. И по всем этим экзаменам у вас выходит такая огромная такая портянка с направлениями, на которые вы можете подать. С минимум баллов как раз с актуальными цифрами по приему, то есть это минимальные баллы, это проходные баллы на контракт и на бюджет. Ориентируйтесь, пожалуйста, на этот сервис, он очень удобен. Вы сразу можете заранее посмотреть то, куда вы можете подавать документы. Особенно где по выбору. Они подходят и спрашивают, а по выбору у меня физика, могу ли я выбрать физику и поступить к нам? Мы опять приходим к этому же калькулятору и говорим, что нет, извините, даже по выбору, даже если у вас там русский, математика и физика третьим, все равно вы к нам никогда не поступите. Потому что на все психологические дисциплины у нас нужно сдавать биологию, русский, а по выбору там стоит общество, английский и математика. И на все педагогические дисциплины у нас идет общество, русский, а по выбору там стоит биология, английский и опять математика. То есть с физикой, с химией, с литературой получается, что к нам опять не поступишь. В этом вот вопрос. Теперь то, что я сегодня хотела предложить вам в качестве презентации. Посмотрите ситуацию на сегодняшний день, буквально за полчаса до эфира выгружала эта ситуация. Предположим, психология, бакалавриат, очно, то есть на дневное отделение. У нас всего 13 бюджетных мест. Из этих 13 вдобавок там есть и квоты, и льготы, и вот это целевое. И реально там всего 6 бюджетных мест получается. И на сегодняшний момент там уже 115 заявлений. Вы же понимаете, что это даже больше, чем 10 человек на место. Будет потом конкурс, потому что еще 2 недели будем собирать заявления, и это только на бюджет. Также ситуация на договор уже сейчас. Хотя я понимаю, что отзеркаливаются очень многие заявления, то есть когда человек подает их на бюджет, они сами же оказываются у нас на вне бюджет. То есть то, что написано на договор, мы можем принять всего 32 человека, а сейчас там стоит 80 заявлений, но это значит, что это примерно те же самые люди, которые подавали и на бюджетные места, и они вот оказались еще и в графе договор. Но все равно такие колоссальные цифры зависят от того, что с сегодняшнего дня мы начинаем принимать согласие о зачислении. То есть вот до сегодняшнего дня у нас были просто заявления о приеме, и мы еще не спрашивали, куда вы определяетесь на одно конкретное место, где ваш приоритет, пока мы собирали все заявления, ну сколько это было возможно. Сейчас мы уже понимаем, что просто огромное количество заявлений нам уже неинтересно, и нам важно понять, на какой конкретно стул вы хотите уже сесть. Многие говорят, что мы сначала хотим посмотреть, как выгрузятся наши баллы на страничке КФУ, абитуриенту и школьнику. Если вы набираете вкладочку «Бакалавриат», уже можно посмотреть, сколько заявлений подано конкретно на это направление, какие баллы есть у людей, которые до вас подали эти заявления, и куда встраивается ваше. Там идет все по СНИЛС, то есть найти себя по количеству баллов по номеру СНИЛС можно, и уже можно понять, можете ли вы вообще претендовать на какие-то места. Да, понятно, что если здесь всего 6 бюджетных мест, то только там по 90, по 100 баллов по каждому предмету, то есть 300 баллов там на первом месте будет стоять. И если у вас там всего 120-130 баллов, там не только о бюджете, там и о вне бюджете разговаривать, но сейчас уже не приходится. Поэтому нужно выбирать какие-то другие направления, тем более, например, на специальное дефектологическое образование логопедии 50 бюджетных мест, пока там еще только 89. заявление, но шансов попасть туда намного больше. Многие хотят на начальное образование и английский, но вот они тоже путают, они говорят, что мы хотим просто на начальное образование. Просто начальное образование у нас на заочном отделении, но они на всякий случай подают и сюда, и поэтому получается здесь пока перебор, 115 тоже уже заявлений. Но многие реально согласен на зачисление, сюда подавать не будут, потому что и в школе учили то французский, то немецкий, хотя можно с ними поступать, но сложнее будет потом, ну так красиво, да, по-английски говорить и быстро выучить английский за то время, которое здесь предполагается. Примерно такая же ситуация на специалитете клиника психологической помощи ребенку и семье. Там тоже 50 бюджетных мест, но пока поменьше заявлений, только 87, поэтому в принципе, наверное, там вот на сегодняшний момент, не знаю, как это будет через две недели, но там возможность поступить с не очень, скажем так, пока высокими баллами, пока еще есть. Поэтому внимательно смотрите, куда и как вы поступаете, как хорошо встраиваются ваши баллы в систему. По заочному отделению дошкольное образование из 30 предлагаемых бюджетных мест мы пока получили 28 заявлений, то есть туда у нас еще даже недобор, да, что называется, потому что даже если должен быть какой-то, ну хотя бы минимальный конкурс, потому что это договорная основа, там только пока 15 заявлений. Начальное образование, ну почти так же, но уже чуть-чуть получше, да, из 30-34 заявлений есть, из 25-ти на договор, но опять-таки, если считать, что это те же самые, которые отразились с бюджета, то получается, что за деньги возможности поступить очень большие. На психологии, педагогика, организации работы с молодежью в этом году, это же хорошая такая интересная специальность, она пользуется в этом году популярностью, хотя все абитуриенты, особенно мама, подходят и спрашивают, с молодежью это с кем? Мы не хотим там с маленькими детьми, да, например, можем ли мы работать со взрослыми, но если сейчас говорят, что молодежь это до 35 лет, то по сути вся взрослая психология, она тоже будет здесь, И поэтому тот, кто не очень хочет работать там с маленькими детишками, вполне может сюда подавать. Но при этом, хорошее слово молодежь, да, от нуля до 35, поэтому и детское, и педагогическое, и психологическое направление здесь тоже будет представлено, и поэтому вполне сюда еще можно подавать заявление. Сюда еще можно добавить то, что обычно говорят, что первые 40 лет жизни мальчика это самые тяжелые. Ну да, уже от 35 мы до 40 тут потихоньку сдвинулись, и как раз можно двигаться дальше. С логопедии, если 50 бюджетных мест на очном отделении, еще 25 на заочном отделении, тоже очень многие подают сразу и на очку, и на заочку. Именно поэтому мы хотим, чтобы сейчас вы все-таки определились, что вам важнее. Все-таки вы после 11 класса, особенно, что вы важнее родителям, они очень хотят, чтобы 17-18 летние дети после 11 класса все-таки учились на дневном отделении, как в школу ходили с утра и до вечера, так же делали домашние задания, уроки. И тогда нужно уже согласие на зачисление сейчас уже подать как раз на дневное отделение. Тогда мы поймем, что на заочном отделении у нас останутся только те, кто будет сдавать внутренние вступительные испытания, те, кто идут после СПО, и те, кто реально будут днем работать, видимо, во второй половине дня или сессия два раза в год, весна и осень только для них, на дневном отделении сессии зима и лето, но здесь тоже нужно будет определиться. Также со специальной психологией. Некоторые подают и на логопедию, и на специальную психологию. И тоже сейчас пришло уже время определяться, куда вы положите свое согласие о зачислении, что вам важнее. Либо вы индивидуально работаете с одним конкретным ребенком, потому что и там, и там это дефектологическое направление, либо вы работаете все-таки как психолог-консультант. Очень многие приходят, спрашивают, говорят, что я просто психологию хочу заочно. На что мы отвечаем, что как медицинские специальности, так и психологические нельзя изучать целиком заочно. Но это тоже такая немножко хитрость. Мы на заочное предлагаем как раз саму специальную психологию и предлагаем детскую практическую психологию. С этой точки зрения можно весь психологический блок, в принципе, тоже изучить и заочно. И отдельно профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. Тоже оказалось, что пользуются популярностью. Мы боялись, что мы вообще не наберем, что мало кто хочет работать со сложными детками. То есть мы уже привыкли, что в дефектологическом блоке сложные относительно каких-то заболеваний. А здесь детки сложные по поведению, и оказывается, есть желающие. Мы этому очень-очень рады. Про магистратуру пока говорить немножечко рано, потому что вот вначале мы сказали, что только вчера начали получать дипломы бакалавриата, поэтому места в магистратуре пока еще свободны. Вакантны. Мы вас ждем, потому что еще вот сегодня, завтра по другим вузам тоже только-только идут. Выпускные вечера и магистратуру будем заполнять чуть позже. Вот примерно так. Но вообще магистратура и очная, и заочная есть. И по 13, 15, 16, 17 бюджетных мест на разных направлениях магистратуры тоже существует. Сейчас я передаю слово Алине Усмановне, да, чтобы она рассказала про свое направление, про свою кафедру и пригласила вас учиться к нам в институт, да, и к нам на направление непосредственно. Да, всем еще раз добрый день. Я бы хотела рассказать про нашу кафедру, тоже находящуюся в рамках института психологии образования, кафедра клинической психологии, психологии личности. Эта кафедра такая объединяющая направление. Мы реализуем специалитет и магистратуру. Готовим специалистов и магистров по разным профилям. В большей степени хотела бы рассказать сегодня про специалитет по направлению 37, 05, 01. Срок обучения, я думаю, что уже абитуриенты, которые смотрели, видели, сталкивались с тем, что срок обучения 5,5 лет, то есть это 5 лет, 6 месяцев обучение у нас длится. При выходе вы получаете квалификацию специалиста уже непосредственно. Это одно из немногих направлений, которое сохранило данную форму по институту, по вообще университету нашему, да, в рамках специалитета. Вот. Ежегодно мы вот набираем студентов на это направление. И очень широкий спектр у нас, очень много вопросов поступает от родителей, от абитуриентов в плане того, что вообще куда потом дальше трудоустройство, как происходит, в каких областях работает данный специалист. Хочу сказать, что профиль работы у данного специалиста очень большой, и он не ограничивается только специализированными, например, учреждениями, медицинского характера. Нет. В данном случае после, по итогу выпуска с данного направления вы можете работать как в реабилитационных центрах, например, да, так можете работать и в школах в качестве педагога-психолога. То есть вам здесь, вас никто не ограничивает. Специализация на заявлении, заявлена клиника «Психологическая помощь ребенку и семье». В данном случае тоже мы не хотим остановиться. Вот как Вероника Викторовна сказала, что действительно это не только дети и только там родители. Нет, конечно, здесь вы вольны выбирать работу и тоже со взрослыми в дальнейшем. Поэтому данное направление очень актуально, особенно сейчас, вот, в силу всевозможных изменений, сложностей, которые возникают в социальном плане, вообще, в принципе, всего. Потребность в данных специалистах очень высокая, вот, в работе с детьми. То есть вы в дальнейшем можете после получения специализации, такой квалификации специалиста, работать как психологи, получать уже повышение квалификации, переходить дальше по направлению. Ну, это же такое клиника. Вот это слово. Как вы расшифровываете? Что вы даёте вот в этой клинике? В клинике, что, да, у нас всё-таки акцент, в чём отличие, да, спрашивают психология классическая, общая психология, мы её по-другому называем, от клинической, да. Это как раз-таки заключается в такой специфике предметов, наполнения вообще плана учебного. Кстати, вот такие вопросы тоже поступают. Какие дисциплины у нас есть? Клиника предполагает, что у вас вот профиль шире тем, что вы получаете знания не только в психологии, в обычной, но и смежной дисциплины, потому что клинический психолог – это такой специалист, который находится на стыке психологии и психиатрии. Это специалист, который занимает такую вот промежуточную роль диагноста. Чаще всего, если мы говорим про медицинские учреждения, например, поступая на работу в Республиканскую психиатрическую больницу, к примеру, наши выпускники уже успешно, о чём вот мы, хочется сказать, порадуемся каждый раз, когда видим наших специалистов, уже работающих там. Они занимаются такой вот промежуточной работой, диагностической и коррекционной. И для того, чтобы уметь работать вот в этом промежуточном звене между психиатрией и психологией, вам необходимо знать и иметь возможность работать, понимать, о чём говорит вам, например, психиатр, с которым вы работаете, как ко-специалисты вместе в одной связке. Поэтому есть дисциплины, например, по психиатрии, неврозологии, по психосоматике и так далее. То есть это дисциплины, которые охватывают... А Министерство здравоохранения может как целевое дать? Или только обязательно педагогическое? Да, да. А Министерство образования должно быть? Нет, на самом деле может. Может, Министерство здравоохранения может дать целевое направление на эту специальность. Поэтому у нас есть в пределах, вот Вероника Викторовна сказала, 50 бюджетных мест. Естественно, это тоже не чистый бюджет. 50 конкретных мест, да, у нас есть туда же вложенные в эти 50 мест по целевому направлению, квоты определенные, да, льготы. Вот. И поэтому нужно это тоже учитывать, когда вы подаете. То есть если у вас есть возможность, например, вас могут направить, то это тоже реализуемо. Вы можете быть направлены организацией, и по следующему уже, как и по любому другому целевому направлению, возвращаетесь в ту организацию и отрабатываете. То же, как если вас нужна в этой организации, вы требуетесь. Есть такая потребность. Вот. Поэтому клиника, вот расшифровка, говоря про это направление, необходимо сказать, что клиническая тема отличается наполнением этих, вообще, учебного плана, дисциплины. И профиль поэтому шире. И времени много, больше, чем на бакалавриате. Не 4 года, а 5 с половиной. Так как очень большой учебный план, и очень он насыщен вот такими вот дисциплинами смежными, междисциплинарными. Магистратура тоже дольше? Так, магистратура у нас реализуется, да, хочется сказать, вот отходя от специалитета, про магистрские направления. Их у нас всего три вот на нашей кафедре психологических. Это консультативная психология направления, уже традиционные, укоренившиеся на нашей кафедре. Вот, да, магистрскую, вот если, да, вы видите, да, есть у нас... Да, очно-заочная. Да, очно-заочная, как Вероника Екатерина тоже уже сказала, по новому стандарту у нас психология реализуется в очно-заочной только форме, чисто заочной формы у нас нет. Поэтому консультативная психология – это очно-заочный формат обучения, и это 2,5 года очно-заочная. За чисто очной формы у нас 2 новых направления – это психотерапия и психокоррекция, да, Вероника Екатерина, вот я думаю, что у нас, да, видит параллельно выгрузку вот по направлениям. И психология безопасности в образовании – это тоже очень актуальное направление на стыке педагогики и психологии. Тоже очный формат обучения у этого направления. Вот. Очно-заочная – это как учиться придется? Очно-заочная. Да, очень распространенный вопрос тоже. Очень заочная форма обучения, она приближена к классическому такому, если мы сравниваем ближе все-таки к очной, но в виде такой формате, приближена к вечернему образованию, потому что занятия обычно проходят во второй половине дня, и они где-то порядка 2-3 пар в день у нас студенты занимаются. И в зависимости от расписания – это 2-3 раза в неделю выход. Но обычно 2, и во второй половине дня занятие проходит. То есть вот в таком вот формате. Очно-заочно. То есть для того, чтобы прояснить, это не заочная, это не тот вариант, когда вы выходите, например, на 2-3 недели, и вот так вот обучаетесь циклами, и закрываете. Нет. В данном случае у вас учеба рассредоточена в течение семестра. Вы приходите 2-3 раза в неделю, и приходите на лекции, на практики и так далее. Хотелось бы сказать еще буквально пару слов о практических базах практик, вообще, в принципе, по нашей кафедре и вообще по институту в целом. Говоря про психологию, возможность для студентов у нас есть, возможность прохождения как в образовательных учреждениях, так и в медицинских учреждениях. Различного рода. То есть у нас очень много от родителей запроса идет тоже. Есть ли возможность проходить вот так вот по-настоящему практику с погружением? Да, есть такая возможность. Это не только теоретический курс, естественно, здесь без практики никак, поэтому у вас будет возможность выходить и очень часто. Порядка двух практик у нас на год бывает обычно заложено по курсу. Вот, вы выходите в учреждения. Как клинические психологи, как специалисты, так и магистры тоже. Я понимаю, что это не только по вашей кафедре, потому что в детские сады выходят, в школы выходят, то есть с любого направления, суть психологии, образования, практик очень много сейчас. Практик закладывается в учебный план много, достаточно для того, чтобы освоить это направление и получить знания. Вот, у нас есть вообще для логопедов, для специальных психологов, для наших клинических психологов возможность теперь вот детского сада, да, у нас открылся официально наш детский сад для детей с аутизмом, вот, и в котором мы тоже своих студентов направляем. И они успешно заканчивают, тоже устраиваются туда на работу. Вот, поэтому это возможность. Дальше немножко по срокам, а потом еще раз уже по техническим секретарю. Да, да, мы остановимся, да, по техническим моментам. А сейчас самое главное, я хочу обратиться к тем, кто поступает на бакалавриат после 11 класса, то есть к нашим выпускникам, именно школ. Обратите внимание, что если вы подаете на бакалавриат, очень заочно на бюджет, вот здесь вот 15 июля, это все-таки СПО, а школьники до 25 июля. Те, кто по ЕГЭ, вот вторую строчку, да, вам здесь нужно посмотреть, чтобы к 24 числа вы точно знали, где, как у вас произошло заполнение вашего личного кабинета, и что оригинал об образовании у вас уже лежит в КФУ. В принципе, неважно, на какое отделение, потому что система грузится на все факультеты сразу, и если вы оставили оригинал об образовании в КФУ, ну, на один какой-то факультет, на одно какое-то направление, он все равно у вас в КФУ, и он легко перекладывается с одного стола, что называется, на другой. Самое главное, что к 24 июля вы должны определиться. А те, кто идут после колледжа, вам нужно еще раньше, вам нужно буквально еще за неделю, до 15 июля все уже определиться, прогрузить документы, сдать, потому что с 16 июля начинаются у вас уже внутренние вступительные испытания. Поэтому вот внимательно еще раз на сайтах смотрите и программы своих вступительных испытаний, и сроки своих экзаменов, для того, чтобы обязательно выходить на консультацию. За один день до экзамена консультации проводится в 4 часа вечера, ну, дня. Есть некоторые ссылки для далеко живущих, для иностранцев больше все-таки, чтобы консультации проходить онлайн, но по большому счету в этом году мы возвращаемся к тому формату, который был до пандемии, и консультации, и экзамены, и подача оригиналов документов делается уже очно, собственноручно, поэтому сейчас главное не пропустить сроки. И вот вы смотрите, если у вас бакалавриат-бюджет, это одна вкладочка на сайте, если у вас получается бакалавриат, и вы готовы потом, после 24 июля, продолжать учиться за деньги, то у вас вот здесь вот до 26, 19 августа дополнительные сроки есть, для того, чтобы начать заключать договора, и в течение двух недель приблизительно эти договора нужно уже оплачивать, потому что до 1 сентября у вас эти бумажки о том, что квитанции, что все оплачено, они должны быть уже на руках. Очень часто спрашивают, всю ли сумму оплачивать сразу, но вообще по первому курсу предлагается оплатить всю сумму, оформляются кредиты на обучение, прямо здесь у нас, в здании библиотеки Лобачевской, то есть там же на Кремлевской, 35, в 109-й аудитория. Ну уж если очень тяжелая ситуация, можно разделить эти деньги там на две части, но это по личному заявлению, не всем явно, поэтому ориентируйтесь на то, где и как, вот сейчас уже решайте, из каких сумм вы это будете делать. При этом, если бакалавриат заочная форма, бюджет, точно так завершается прием документов, ну на 2-3 дня получается здесь, да, позже, 28 июля, и опять-таки, если есть вступительные испытания, вы должны внимательно их для себя посмотреть. На договор, также есть до 28 июля, но дополнительный срок с 9 августа по 29 августа, то, что касается за деньги, что называется чуть-чуть попозже, потому что нужно сначала определиться с бюджетными местами, чтобы они были заполнены. То же самое, внимательно магистранты смотрите на своих вкладочках, где, когда у вас, что завершается. Та же самая дата, 28 июля, когда мы прекращаем получать ваши документы, и потом начинается также время вступительных испытаний. И то, что касается договора, есть еще пролонгированные сроки с 17 по 28 августа, поэтому вот каждое свое направление очень внимательно отслеживайте. Ну и теперь уже по вопросам чисто техническим, что надо предупредить, потому что очень много ошибок при заполнении кабинетов. Да, с чем мы сталкиваемся в процессе приема документов, обработки анкет? Вообще, стоит сказать, что работаем мы для всех тех, кто еще не начал подавать документы, а уже нужно поторопиться, вот как сроки были озвучены, да, они есть в доступе, нужно обязательно зарегистрироваться. Мы работаем в этом году через систему «Буду студентом», вы заходите туда, и уже там инструкция понятна, необходимо зарегистрироваться и загрузить документы. Вот с загрузкой документов у нас самые частые, наверное, самые частые трудности возникают с этим пунктом. С загрузкой документов мы требуем по правилам таким, да, необходимо загрузить у нас паспорт, две странички, это первая страница, да, разворот, и это место с пропиской. Вот, сложности с тем, чтобы это загрузить одним файлом, то есть в требованиях указана эта загрузка одним файлом, PDF-формате, да, и у нас часто абитуриенты выкладывают только одну страничку, например, разворот, да, первый, как фотографируют на телефон. Если вы фотографируете на телефон, это нормально, это принимается, если это читабельно, и это можно рассмотреть там серию, номер вашего паспорта и так далее. Но обязательно должна быть и вторая страничка с пропиской, так как мы, как вот технические секретари, вообще, как люди, принимающие ваши анкеты, сверяем правильность указанных данных, и это будет отображаться в дальнейших ваших документах, которые будут при поступлении. Вот, поэтому внимательно, пожалуйста, объединяйте эти, редактируйте ваши документы, если даже два изображения, сейчас уже есть доступ, если вы владеете любой марки телефона, у вас есть сканеры, можно прямо фотографировать, и сразу это одним файлом будет у вас выгружаться, вы можете подгружать оттуда, прямо с телефона непосредственно, мы это проделывали, это получается, я думаю, что у вас тоже получится это без проблем. Если вы не через телефон, например, грузите, а через компьютер, то тогда есть приложение, специально, просто сайты, очень популярные. Интекс очень хорошо делает конвертер. Да, вообще, там есть такой конвертер, который, I love PDF называется, доступный, бесплатный, пожалуйста, объединяйте, загружайте, вот в таком вот формате, чтобы у вас дальнейшее... Приложение самое главное, там где фамилии, там где оценки. Да, приложение, да, по аттестату, второй пункт, когда мы загружаем, некорректно, да, у нас подгружаются документы, это приложение и дипломов, и аттестатов, то есть у нас загружается тоже депутриентом только одна страничка, нет, нужно загружать все полностью, то есть вы прикладываете приложение, как с лицевой стороны, там где у вас там стоит госзнак и так далее, да, приложение, и страничку там, где у вас указаны оценки по этим, это если мы говорим про аттестат и про диплом СПО, среднепрофессиональное образование, если вы уже бакалавр, сейчас вот, сейчас современный диплом, который выдаётся, там все четыре странички, если вы по отдельности там приложите, как удобно, или разворотом, то есть в зависимости от того, как вы будете это там фотографировать. Это целевой договор, там тоже 6-8 страниц иногда бывает, их тоже нужно конвертировать в один поддельный документ. Абсолютно, здесь вот очень-очень важный пункт, если те документы мы можем многократно там подгружать, перекидывать, да, и так далее, то если вы целевик и у вас есть уже договор, а он, скорее всего, уже есть у вас на руках, и вам нужно его подгрузить, подгружает тоже одну страничку, это совершенно неправильно, вам нужно целым документом загрузить, так как целевой отдел у нас не занимается перевешиванием, вы, у вас есть только одна попытка целевой договора загрузить, а потом, если вы захотите, например, вы ошибочно загрузили, вам нужно дождаться, пока вам его открепят, это время, вы теряете время, в данном случае нужно загружать правильно, корректно, с самого первого раза, одним документом, целостным, поэтому будут ошибки, ваши анкеты будут возвращены на доработку. Я могу сказать, что юристы проверяют почти целую неделю, поэтому не надо нам по многу раз перезванивать, почему у вас там не подтверждено, почему до сих пор вы не можете подать заявление, потому что система сделана так, что пока у вас не подтвердят все предыдущие пункты, вы правда не можете подать заявление, поэтому ждем, когда все остальные службы тоже вам подтвердят все ваши льготы, квоты, ГТО с отличием, золотые медали, да, на это уходит время, но ничего страшного, еще и целые недели, до 15 июля, пока у нас точно есть. Да, в этом плане, да, с целевым отделом здесь по 4, минимум дня, 3, 3-7 дней, в общем, работает целевое отдел, поэтому, да, многократно можно не звонить, ждите, у вас все отобразится, по личному кабинету, работа, то есть, хорошо работает личный кабинет, есть все вкладки, пожалуйста, интерфейс, изучите вашего личного кабинета, много вопросов поступает о том, как отслеживать свою позицию в рейтинге, это тоже делать довольно просто, вы заходите в свой личный кабинет, если у вас подписаны все направления, которые вы выбрали, все у вас в порядке с анкетой, переходите... Должен стоять статус, участвует в конкурсе, да, когда вы подписываете, статус ваш меняется на участвует в конкурсе, и вы в разделе рейтинг можете посмотреть вашу позицию по этому направлению, по любому, какое вы выбрали, по каждому направлению вы будете видеть свой рейтинг, свое место, и, как Вероника Викторовна сказала, по СНИЛСу, можно переходить там, то есть, есть инструкция, она очень доступна, понятно, описана, поэтому вы переходите по этому рейтингу и отслеживаете, и уже потом, вот, делаете выводы, куда вы проходите, предполагаете уже, что вы проходите, и перекидываете заявление, подписываете заявление о зачислении, вот, то есть, таким вот образом, такой алгоритм действия. если что-то спросите у нас еще. Да, в принципе, вот. Ну, говоря то, что специалист приемной комиссии видит тех, кто приходит и понимает, что это за человек, сейчас я убедился, то, что у вас есть дары прорицательности, практически на все вопросы, которые присылали нам абитуриенты, по ходу нашего прямого эфира, вы на них практически все смогли ответить. Можно даже рубрику в нашей программе сделать, доска рекордов, кто больше вопросов угадает, какие ответы. Но есть все-таки вопросы, есть все-таки вопросы, на которых мы еще не ответили, и звучат они следующим образом. Как узнать, что я зачислен? Расскажешь? Как узнать, что я зачислен? Да, этот вопрос сегодня только задавали мне 4 раза, вот. Как узнать, что вы зачислен? Вам никто звонить не будет, вот. Изначально вы смотрите, во-первых, опять-таки, возвращая вас в личный кабинет, смотрите по тому, где вы находитесь в рейтинге, смотрите количество мест, вот 50, например, у вас там заложено. больше всего самое тревожное, это 11-классники. То есть, 24 июля надо везде все это смотреть. Да, вы уже будете понимать, к этому числу прием прекращается документов, как в электронной форме, так и в очной форме, уже все, мы не принимаем больше. Тогда уже, ну, как бы мы говорим, что стоп, и тогда вы понимаете, какие вы вместе. Если вы перешли порог, например, заявлено, там стоит 50 бюджетных мест на клинике, к примеру, да, или на логопедии, если вы стоите 60-м, то вероятнее всего 24 июля, если вы 60-й, то вы не в бюджете. Если вы рассчитывали на него, то тогда вы переходите на контракт. Согласие о зачислении перекидываете. Перекидываете на контракт, и уже будете зачислены на контрактную форму. Первые приказы о зачислении... Либо на другой факультет, либо на заочку. Либо на заочку, да, уже вы там, у вас есть еще время по другим формам пройти. Поэтому после того, как вы перекинули, посмотрели вообще, если вы видите, что вы в первую 50 вошли, например, вы 40-й среди этих 50-й, все, здорово, можно вас поздравить, вы поступили на бюджет, ждете списков о зачислении, приказ о зачислении. Первый приказ у нас выходит по очной форме 9 августа, вот по очной бакалавриату специалитета у нас. Публикация конкурсных списков 27 июля по бюджету для 11-классников. Это публикация конкурсных списков. Первый, это я говорю про приказ, вот он, видите, на основе зачисления, вон стоит вступительных испытаний, это уже у нас 9-е конкретное, да, списки уже можно будет 27 июля, посмотреть первичное, как вы поступаете, а сам приказ выйдет чуть попозже, вот, через недельку, как раз у нас такое время. Вы ориентируетесь на итоговые сроки. Надо еще предупредить, что согласие зачисления можно перекидывать только, ну, два раза перекинуть, то есть он всего существует три раза. Три раза. может только на одно конкретное место, то есть два согласия зачисления одновременно существовать не может. Не может, и система, скорее всего, у вас и не даст это сделать. Вот, система продумана здесь, в общем, умно, она вам не даст подписать заявление о зачислении, на два, на три там направления сразу, такого не будет. То есть даже в Москву, в Питере, в Новосибирск, никуда со системой. Это общая всероссийская система, поэтому зачисления только одно единственное. Да. То есть вот таким вот образом ждете, отслеживаете непосредственно в рейтинге. Не переживайте. Если вы, вот такой момент, забывают нас абитуриенты, говорят только на бюджет, там, просят удалить контрактную форму, это для подстраховки, и в этом году автоматически система выдает, когда вы загружаете, вот у нас спрашивают, почему так происходит, я подаю только на бюджет, выходит и контрактная форма. Это сделано для вашей же собственной безопасности, для того, чтобы вы не остались без места, в случае того, что вы вдруг не пройдете на бюджет, у вас есть всегда запасной вариант, контрактная форма, потому что в прошлом году, и мы в предыдущие годы сталкивались с тем, что ребята вот так подают, остаются без места, на контракт не подавали, и, ну, как бы пролетали. А подать уже невозможно, потому что система закрылась. Да, да. Поэтому это для подстраховки, это никак не влияет, не переживайте. Совсем не обязательно его подписывать. Да, совсем не обязательно. И проплачивать. Да, да. Абсолютно. Поэтому не переживайте, это никак не повлияет. Если у вас там висит контракт и бюджет, не будут говорить так, что, ага, он рассматривает контракт, и можно его на контракт. Нет, такого не будет. Все идет оценивание по баллам. Вот, по баллам поступающих. Вот. И вопрос... Многие спрашивают, если я первый сдал этот вам оригинал, значит, я первый, все уже зачислено, я буду уже точно учиться. Нет, это, к сожалению, не так. Все-таки мы оцениваем по баллам, эта система, точнее, оценивает, и выводит уже вас в рейтинг, в рейтинговую позицию. Поэтому отслеживайте по нему. А кого больше баллов, тот быстрее не поступит. Да, да. В данном случае сейчас нет такого, что вот если вы оригинал, и в порядке первой очереди вы будете зачислены, нет, это идет все-таки по баллам оценка. Ну и по оригиналам оставлять тоже у нас до 25 июля, ну, доносить все это, да, необходимо приносить. Естественно, в данном году у нас такая позиция, что мы просим оригиналы приносить вовремя тоже, если вы хотите уже быть зачислены в дальнейшем. Ну, в принципе, да. Какой еще вот момент? Ну, вот магистранты говорят, могу ли я принести оригинал в день экзамена. То есть списки же позже будут формироваться? Да, списки, конечно, позже. В день экзамена, они сдают экзамен, чтобы два раза не приезжать, а в этот же день сдают оригинал. Да, могут, могут они поступить так. Вот у нас некоторые кафедры, да, просят, например, оригиналы, да, вот в день, когда они приходят сдавать экзамены или попозже уже, после последнего экзамена, там, по магистратуре. У магистратов одно собеседование, поэтому они в день собеседования. Да, в день собеседования они могут, да, сдать. Вот, я имею в виду, потом уже после, кто-то там сдает, например, на несколько направлений. У нас все-таки есть такие, да. У нас есть такие, которые выбирают не одно направление магистрское, а их могут быть два, три и даже пять. Вот, приходят, да, у нас пять направлений. Есть такой вот, есть такие объекты. Об этом сказать надо, что можно подавать в 5 вузов страны, в каждые на 5 направлений, то есть 25 заявлений. А если считать, что 25 на бюджет, и они отразятся на контракт, 50 заявлений у одного человека может быть. А потом выбирай, называется, куда ты хочешь зачисляться. Да, абсолютно, да. То есть у вас здесь много выбора, не ограничивайтесь для того, чтобы была у вас возможность куда-то еще поступать. Очень много направлений в КФУ у нас здесь, и не только в Институте психологии образования, а вообще, в принципе, можете поступать, попробовать и туда, и туда. Опять-таки, вызываем вас к... У нас такие уникальные специальности, что если к нам, то больше почти никуда нельзя. Да, почти никуда. Если к нам, то уже в данном случае так и есть. Поэтому вас ждем, мы вас любим, мы хотим, чтобы вы нас учились. И я преподаю, и Алина Кусмана преподает, так что даже персонально к нам мы вас ждем. Да, мы обязательно встретимся, поступающих ждем. И, в общем, до встречи, хочется сказать, уже здесь, на этой ноте. Да, у нас много уже своих абитуриентов, которые идут даже почти к нам. Да, да. А не просто на направлении, поэтому выбирайте. Возможность есть. Главное, успеть по срокам. Пропишитесь, если хорошо. Мы пока с вами еще не будем, есть еще вопросы. И есть один интересный, кстати, вопрос, который вот из разряда развеивания слухов. В духе того, что я где-то вот там услышал, оказывается, тогда-то, а нет, сказали тогда. Вопрос звучит следующим образом. Разная информация поступает о том, какого числа в случае поступления необходимо предоставить оригиналы документов. Абитуриент и нагородник. Ну что, Валерия Викторовна, какие документы? Да, нам нужно. Мы хотим прямо сегодня. Вы готовы? Ну, если завершается прием документов после 11 класса 25 июля, 25 июля у нас должен быть ваш оригинал, если вы готовы у нас учиться и готовы подавать сюда согласие о зачислении. Да, абсолютно верно. Если вы на данный момент думаете между разными университетами, пока можете, время у вас еще есть, но до 25 числа, если вы хотите быть зачислены в списке по бюджету, по контракту, вам необходимо донести оригинал до 25 июля. Потому что приказ о зачислении будет только по оригиналам. Да. Ну вот тогда вопрос задам. Публикация конкурсных списков 27 июля это тот, можно сказать, листок, где пишется СНИЛС, баллы по оригиналам, да? А вот если, например, оригинал ты еще не подал, но ты находишься в числе вот этих бюджетников, до, получается, какого числа можно принести? Или обязательно до 25 июля? Ну вот согласие на зачисление, здесь написано в местах квот 28 июля, и основной этап зачисления, который осуществляется для поступающих результатов выступителей испытаний, ну, не знаю, 3 августа. Да, 3 августа это край, мы обозначили все. Это же уже все, это уже приказы, по сути, там. То есть, условно, 27 июля видим себя в этих списках, если нас все устраивает, то пулей летим в первую комиссию и сдаем оригинал. Мы просто боимся, что у нас в один день будут сразу все сдавать оригиналы, поэтому говорим, что чем раньше, тем лучше определяйтесь. Лучше заранее определяйтесь, потому что вы очень большим потоком столкнетесь, это неудобно, поэтому лучше вовремя это сделать. Замечательный у нас остается последний вопрос, и его можно интерпретировать как и заключительное слово. Для чего стоит поступать в ваш институт? Хороший вопрос. Для чего мы туда поступали, мы знаем. Для чего вы туда будете поступать, мне кажется, это каждый для себя решает сам. Я думаю, да, здесь очень сложно что-либо добавить, у каждого мотивация своя, но поступайте за знаниями, за возможностями для дальнейшей вашей реализации. Вот так бы хотел сказать, в зависимости от того, чего вы сами хотите. Мотивация такая, когда нужно выстраивать отношения между людьми. Отношения между людьми – это прежде всего психология. Всем нужно выходить замуж, растить своих детей, жениться, а это уже педагогика, поднимать следующее поколение. Поэтому психология, педагогика и образование – это только для вас, для жизни. Что же, вот теперь на этой прекрасной ноте предлагаю закончить наш сегодняшний эфир. Верника Викторовна, Алина Гусмановна, вам большое спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти. Надеемся, что еще увидимся. И как, кстати, мой личный вопрос с дебютом, как ощущения? Отличные ощущения, да, я приду еще. Если такая, да, потребность нужна будет, вообще возникнет, я обязательно приду. Хотелось бы, да, чтобы у нас абитуриенты больше узнавали вообще про направление, в котором у нас реализуется очень много вопросов, потому что поступает, чтобы у них была такая ясность, в общем, в представлении о том, куда они приходят учиться. Вообще приятно обратиться сразу к достаточно широкой массе, к широкой общественности, потому что мы персонально каждому объясняем и много раз объясняем одно и то же. Да, я думаю, что это хотя бы немного помогло вам определиться в выборе дальнейшего вашего пути профессионально. Принвестка 35, приемная комиссия, ждем вас. Что ж, большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе, надеемся, еще увидимся. Это был КФО Лайф, Институт психологии и образования. Пока идет приемная кампания, наша программа тоже продолжает свою работу, поэтому оставайтесь с нами, следите, когда ваш интересующий институт будет у нас в прямом эфире, подключайтесь и задавайте свои вопросы. Меня зовут Рамп Оленсков, увидимся, услышимся, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин